Большие перемены в коммунальной сфере. В 25-м году число управляющих компаний Барнаула изменится. По федеральному закону с января в России прекращают действия муниципальные управляющие компании. В краевой столице прекратить деятельность должны три компании. ДС-1 Ленинского района, УК «Центральная» и «Смарт». А вот «ЖИУ-30» просто реорганизует ВООО и оно продолжит выполнять работу по обслуживанию своих 18 домов. В соответствии с законом делается это для развития конкуренции. У наших собственников помещений на квартирных домах есть возможность сменить способы управления, например, идти под ТСЖ, либо, собственно говоря, выбрать иную управляющую организацию, которой в Барнауле достаточно. Пускай делают разумное предложение собственникам, готовят предложения по управлению УКД, то есть перечень работ, осмечивают, выходят на советы домов и доказывают, что они хорошие, что они лучшие, они могут действительно это управление выстроить качественно, и собственники будут довольны. Как стало известно, предложения к жителям домов, относящиеся к ДС-1, уже активно поступают. Этот фонд нельзя отнести к аварийным и ветхим, и по сути его можно назвать лакомым кусочком для УК. Причем у жителей есть версии, что предлагают свои услуги те, кто хорошо знаком с этими домами. Есть управляющая компания, которая каким-то образом одновременно на многих домах инициировала голосование. Как можно организовать одновременно на многих многоквартирных домах голосование, не имея доступ к информации о том, что, ну ладно, о реформе знают многие, но для того, чтобы инициировать, нам же нужны жители с этих домов, нужны реестры собственников для проведения собрания. В мэрии нам назвали порядка пяти, управляя, которые не против взять фонд бывшего ДЭЗа. Явно сложнее будут обстоять дела с домами СМАРТа. Фонд здесь в большинстве своем ветхие, и предложения к жильцам не посыпятся. На территории СМАРТа, к сожалению, такого вот этого не наблюдается оживление, которое среди желающих взять эти дома. В любом случае, мы с управляющими компаниями, конечно, разговор составляли. Вы сами понимаете, рынок конкурентный, как я сказал. Он не регулируется. Органы власти, органы местного самоуправления давить на, что-то приказывать не могут, тем более частным управляющим компаниям, сами понимаете. Так что, ну, беседы были на тему, что домов без управления бы нехорошо оставлять. Если хотите забирать фонд, то лучше бы весь фонд забрать. Со слов экспертов, недооценивать ликвидируемые МУПы не стоит. Они как раз помогали управлять ветхими аварийными домами, которые частным УК в экономическом плане невыгодны. У нас проблемы очень серьезные с оплатой именно содержания. И, честно говоря, мы эту проблему достаточно давно уже решаем. Но, к сожалению, мы вот не можем, так скажем, до сих пор утвердить единый методический подход по расчету платы за это, за жилищные услуги. О плате за содержание жилья беспокоятся и жители. Они боятся, что при новых УК стоимость резко пойдет вверх. Опять же, как говорят эксперты отрасли, решение, какой управляйке отдать предпочтение, принимают сами жильцы. Между тем, представитель мэрии заверил, что без управления дома точно не останутся. До момента полной ликвидации МУПа. В любом случае непрерывность управления домов будет обеспечена. Дом без управляющей организации, без аварийной службы ни один не останется. Если на момент прекращения деятельности МУПа никого не будет, будет назначена временная управляющая организация и будет формироваться пакет документов для открытого конкурса. Как сложится судьба жителей бывших МУПов, загадывать никто не берется. Федеральный закон нужно исполнять, и сейчас основная задача городской власти – вести разъяснительную работу. А жильцам не тянуть с выбором УК. Законодатель, видимо, исходил из того, что муниципальное унитарное предприятие – не лучший хозяйствующий субъект, не заинтересован в каких-то конкурентных преимуществах и так далее. Насколько это верно нам судить сложно, посмотрим. Время покажет. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.